Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня наш разговор об исповеди. В своей книге «Полюбить церковь» этой теме вы посвящаете главу «Тайна благочестия», и вы подчеркиваете, что исповедь – это таинство. В чем заключается это таинство? Исповедь – это таинство, в котором человеку, который исповедуется, называет свои грехи перед священником, Господь невидимым образом, таинственным образом прощает его грехи. Вообще, мы называем таинствами все такие церковные священодействия, в которых происходит взаимодействие Бога и человека. Почему таинством? Потому что мы верим и знаем, что происходит нечто. Допустим, таинство крещения – обычный человек вводится в церковь, становится членом церкви. Таинство миропомазания – посредством миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святаго Духа. Таинство Евхаристии – хлеб и вино – таинственным, непостижимым, необъяснимым для нас образом становится телом и кровью Христовыми. Таинство исповеди, когда человек рассказывает о своих грехах священнику, но не просто рассказывает, а кается в своих грехах, сокрушается в них, и Господь, сам Господь, не священник. Священник так и говорит – я только свидетель твоего раскаяния. Господь отпускает человеку его грехи. Мы верим, опыт церкви, двухтысячелетний опыт церкви говорит о том, что происходит во время таинства. Но мы не можем объяснить это так, как мы можем объяснить химические или физические процессы. Вот происходит одно, второе, третье. И поэтому мы называем это таинством. В исповеди человеку прощаются его грехи, те грехи, в которых он раскаялся и которые он старается не повторять потом. – Почему простого раскаяния в молитве недостаточно? Надо исповедоваться священнику. – Это установление церкви. Об этом сказано в Священном Писании. О том, что вы исповедуете друг другу согрешения ваши. И, собственно говоря, вот на этом основано установление таинства исповеди. В древней церкви было так, что человек исповедовался всей церкви, вслух всей общины, в своих грехах, которые он совершил. И Господь прощал ему эти грехи. Потом со временем вот таинство исповеди приобрело ту форму, которую имеют сейчас и на Западе, и на Востоке, когда исповедь совершается перед священником. Но присутствие другого человека, оно обязательно. И обязательно наличие раскаяния. Потому что просто поделиться своими грехами с другим человеком сегодня могут очень многие. Даже не просто поделиться, а хвастаться этим. Даже прибавить себе грехов. Но именно раскаяние, именно сокрушение своих грехов и твердое намерение не возвращаться к ним, не повторять их. Это, так сказать, основное условие действенности исповеди. Как надо готовиться к исповеди? Просто проверять свою совесть, вспомнить все то, что отягощает ее, вспомнить все свои согрешения. Очень такая практика, удобная, последние десятилетия возникла. Обязательно написать на каком-то листе бумаги, чтобы не забыть. И на исповеди, вот, пользуясь этой бумажкой, рассказать священнику о своих грехах. А может быть такое, что не в чем исповедоваться? Так не бывает. Бывает, что человеку кажется, что ему не в чем исповедоваться. Ведь понимаете, в чем дело? Человеческая совесть – вещь очень такая растяжимая. И каждый из нас замечал, вот сделал какой-то нехороший поступок. И стыдно, неудобно, как-то понимаешь, что неправ. Ну, час понимаешь, два понимаешь. К обеду уже как-то все это потихонечку затухает. А на другой день даже не вспомнишь. А что это? А ничего. Все нормально. Вообще, христианину нужно регулярно испытывать себя, испытывать свою совесть и проверять, насколько далек он от Евангелия. Вот недаром в вечернем правиле существует повседневное исповедование грехов, когда уже сам, находясь на молитве, человек перед Богом исповедуется в тех грехах, которые он совершил в течение дня. Он их перечисляет и просит у Бога прощения в них. Вот этот навык очень важен. Если мы будем просто забывать изо дня в день о том, что мы сделали плохого, то через какое-то время, когда нам вдруг придет пора идти на исповедь, мы посмотрим внутрь себя и скажем, а что ли? А ничего, все хорошо. Никаких у меня грехов вроде больших нет. Бывает так, иногда приходит человек, ну, батюшка, а вот я что, я не убивал никого, не грабил, не воровал, ничего. Все нормально у меня. Это говорит о том, что у человека нет навыка такой внимательной жизни, внимательной к самому себе. Вот этот навык тоже надо вырабатывать. Это одна составная такая часть внимательной духовной жизни. А все ли грехи прощаются во время исповеди? Все. Если человек в этом раскаивается, если человек полагает готовность с одной стороны никогда не повторять, а с другой стороны претерпеть за этот грех определенное наказание, вот если человек приходит на исповедь и скажет, я убил батюшка, да, вот, например, вот что надо делать священнику, да, сказать, ты убил, поди, если до сих пор ходишь на свободе, иди и признайся в своем убийстве. Вот это будет твоя исповедь. Если человек пойдет и признается, я думаю, что да, грех будет прощен. Спасибо, Владыка. До свидания. Православное молодежное движение Православное молодежное движение при отделе по работе с молодежью Симбирской епархии существует в Ульяновске с октября 2015 года и включает в себя более восьми молодежных объединений. Участники православного движения не только оказывают добровольческую помощь, но и изучают основу православной веры, интересные и с пользой проводят совместный досуг. В воскресенье 31 января в православном молодежном центре при Кафедральном Спасовознесенском соборе состоялось итоговое годовое собрание движения «Симбирская православная молодежь», которое возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Подвести итоги прошлого года и наметить планы на текущий пришли представители православных молодежных клубов города, спортивного центра «Муромец», клуба православных отцов, клуба православных семей, казачья молодежь. Среди собравшихся были как представители духовенства, так и молодые люди и девушки, участники православных молодежных объединений в городе. Собрание началось с общей молитвы, после чего митрополит обратился к присутствующим с приветственным словом. Владыка Лонгин поблагодарил добровольцев, которые помогали во время ремонта Спасовознесенского собора и на праздник Крещения Господня. Та работа, которая проводится, она очень важна. И работа – это не только такая общая, скажем так, теоретическая и заключающаяся в каких-то богословских беседах, чаепитиях и прочих замечательных вещах, но и хотел бы вас также поблагодарить за ту практическую работу, которую молодежное общество проводит, помогая храмам. Та помощь, которая была оказана, она просто неоценима. Спасибо вам большое за эту помощь. Затем председатель епархиального отдела по работе с молодежью Сергей Николаев подвел итоги 2020 года. Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат, год запомнился еще и многими радостными и интересными событиями. Так, Движение Симбирской православной молодежи отметила в прошлом году свое пятилетие. Многим запомнились дежурства во время принесения в Спас Вознесенский собор, частицы пояса, Пресвятой Богородицы в рамках просветительской программы Синодального отдела по делам молодежи «Духовная связь». К слову, об онлайн-формате он тоже был достаточно разнообразен. Православная молодежь Симбирска имела уникальную возможность пообщаться с представителями православных объединений из разных епархий, перенять опыт и поделиться своим. Председатель молодежного отдела также отметил, что 2021 год пройдет не менее интересно. Впереди участников ждут мероприятия, связанные с 800-летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и продолжением года молодежи. 2021 год будет не менее интересным, чем предыдущий, потому что это год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и, как объявил губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, это год молодежи. Он продолжается, начиная с предыдущего года. У нас есть много интересных планов, много предстоит мероприятий, в том числе экскурсий и мероприятий, направленных на семейную тематику. На итоговом собрании было принято решение о возобновлении ежемесячных собраний Совета движения «Симбирская православная молодежь», в которые войдут руководители всех православных молодежных клубов города. На собрании Совета будут обсуждать вопросы, касающиеся общеепархиальных мероприятий, а также планов работы отдельных молодежных клубов. Особое внимание было также уделено информационной работе. У каждого молодежного объединения есть группы в социальных сетях, и необходимо сделать их максимально информативными и интересными. После этого состоялось награждение самых активных добровольцев из числа православной молодежи. Восемь человек были отмечены благодарственными письмами и получили в подарок книгу митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина «Полюбить церковь». Я участница православного клуба «Спас». Получила грамоту за то, что участвовала в различных мероприятиях молодежного отдела Симбирской епархии. Для меня это было большой неожиданностью, и это очень здорово. Все желающие смогли также задать митрополиту вопросы, связанные с молодежной работой в Симбирской епархии. Ребята рассказали владыке о тех инициативах, которые реализуются молодежными клубами на данный момент. Это трудовые поездки с целью помощи храмам в городе и области и экологические акции, импровизированный любительский театр, в котором ставятся постановки по житиям симбирских святых и занятия в спортивном центре. Один из вопросов был посвящен желанию молодых людей помогать церкви в качестве честецов и алтарников. Со своей стороны митрополит Лонгин поддержал идею молодых людей и девушек в их начинаниях и предложил дополнить некоторые направления деятельности. Например, выезжая в село для помощи храму, ребятам было бы неплохо пообщаться с местными жителями, показать им сценку или небольшой концерт. Проведение итогового годового собрания стало доброй ежегодной традицией, которая помогает не только выработать общий план развития молодежных объединений в городе, но и получить обратную связь, услышать пожелания и предложения руководителей и участников молодежных клубов. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. 14 января, накануне Всемирного дня православной молодежи в Кафедральном Спасовознесенском соборе Ульяновска состоялся молебен для участников православного молодежного движения. День православной молодежи – это международный праздник, официально утвержденный в 1992 году на 14-й Ассамблее глав всех поместных православных церквей. Он отмечается в день Сретения Господня и празднуется в мире под уже несколько десятилетий. День православной молодежи встречают не только в России и на канонической территории Русской Православной Церкви, но и на дальнем зарубежье. Сегодня мы собрались с ребятами на молебен, посвященный празднику православной молодежи. Стояли молебен и пели Акафист Блаженному Андрею Симирскому. Дальше по окончанию молебена мы отправимся в молодежный центр, где с батюшкой будем беседовать на тему духовного роста. Молодежи обязательно нужна вера, тем более сейчас в наше такое время непростое, где и телевидение очень легко может увести молодежь не в ту сторону. И вера, вот мое мнение, она должна быть на первом месте у молодежи и нужно помогать молодежи идти к Богу, рассказывать об этом и учить об этом. Сегодня мы помолились Блаженному Андрею, потому что он является покровителем Симбирска, то есть всех жителей города Симбирска, и он, конечно же, помощник и предстатель во всех наших делах, всех жителей города и области Симбирска. И именно он является и небесным покровителем нашей ульяновской симбирской православной молодежи. Пусть же Божья Матерь, Святой Праведный Симеон Богоприимец, Святой Блаженный Андрей Симбирский помогут нам в этом деле. С праздником! С праздником! Православная молодежь Симбирска начала заранее готовиться к этому празднику и объявила неделю добрых дел. Вот уже второй год подряд мы проводим молебен в Спасово-Днесенском кафедральном соборе во Всемирный день православной молодежи и также беседу со священником. Ребята имеют возможность задать какие-то вопросы. Также хотелось бы отметить, что мы начали подготовку несколько заранее. Мы объявили неделю добрых дел, во время которой мы посетили приют «Подарок судьбы», посетили также общество инвалидов на Левом берегу и подарили сладкие подарки, на которые сами собирали деньги, и также мы присоединились к акции книгодарения, то есть передали в дар библиотеке духовную литературу. Затем в православном молодежном центре при Кафедральном соборе состоялась встреча со священником и обсуждение дальнейших планов. Председатель епархиального отдела по работе с молодежью Сергей Николаев представил перечень возможных направлений деятельности православной молодежи Симбирска. При этом он отметил те направления, которые уже активно реализуются и те, которые можно реализовать в ближайшее время. Иеромонах Иларион Хроль раскрыл тему духовной жизни современного христианина, а также ответил на вопрос о том, что нужно делать, если не ощущаешь духовного роста. Православная молодежь активно принимала участие в дискуссии, задавала вопросы и озвучивала свои предложения. Затем состоялось дружеское чаепитие и обсуждение ближайших планов работы отдела по работе с молодежью Симбирской епархии. Впереди ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Защитника Отечества и Дню Православной Книги. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская Метрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, зачем верующие люди в православных храмах подают записки. Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что записка о здравии и о покаянии в первую очередь является некой просьбой верующего человека к священнослужителям вознести свои молитвы во время богослужения преимущественно за божественной литургией. Фактически это есть стремление прихожан молиться о своих близких и знакомых в совместной соборной церковной молитве. Потому что сам Господь в Евангелии сказал, что если двое на земле соберутся просить о всяком деле, то, что не попросят, дано будет им от Отца Моего Небесного, говорит Христос, ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. Записки бывают двух видов о здравии и о упокоении. По словам здравия мы подразумеваем не только здравие физическое, но и духовное состояние человека. В такую записку мы вносим имена православных крещенных людей, которым мы желаем здравия, спасения и долгоденствия. В записке о упокоении мы указываем имена наших усопших сродников, близких и знакомых. Лучше всего записку подавать заблаговременно, например, во время вечернего богослужения или до начала божественной литургии, для того, чтобы священник мог помянуть их при совершении проскомидии. Как уже было сказано выше, в записке мы указываем вносим имена православных крещенных людей, при этом имя указывается полностью в родительном падеже, то есть кого? Сергия, Людмилы, Павла, Наталья и так далее. В записках не следует упоминать фамилии, отчества, титул или степень родства с тем или иным человеком, потому что сам Господь сердцеведец знает, о ком возносится молитва и за кого подавалась эта записка. Но при этом мы можем указывать перед именем следующее, например, младенца, это дети в возрасте до 7 лет, отрок, это люди в возрасте от 7 до 15 лет, болящий, путешествующий воин. Хотя такое уточнение преимущественно характерно для небольших приходов, где священник знает всех своих прихожан, и подобные уточнения помогают ему понять, о ком идет речь. Господь же не нуждается в таких уточнениях, потому что сам знает об обстоятельствах нашей жизни. В записках о упокоении мы можем написать новопредставленный, это человек, со дня кончины которого не прошло еще 40 дней, либо приз напоминаемый, либо убиенный. В православной церкви, помимо того, что записки упоминаются за божественной литургией, существуют еще и частные богослужения, которые называются требы. И это название происходит от того, что такие богослужения совершаются по требованию прихожан. Это молебен, в котором мы возносим молитвы о здравии, или панихида, где мы молимся о упокоении наших усопших. Как оформить записку для молебна или для панихиды? Вверху записки мы пишем, например, молебен благодарственной спасителю, и внизу уже указываем имена в том порядке, как было сказано выше. Если мы подаем записку для панихиды, то мы указываем панихида, и имена также вписываются тем же порядком. Следует помнить, дорогие братья и сестры, что самое большее, что мы можем сделать для наших близких, в особенности для усопших, это подать записку для поминовения на божественной литургии. Это долг каждого христианина молиться друг за друга и за весь мир. Поэтому этим не стоит пренебрегать. Но следует и не забывать тот факт, что о близких мы должны молиться и дома в своей частной молитве. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете по электронной почте. К нам поступил вопрос. У меня была очень тяжелая жизнь, много спорных ситуаций, во многом виню и себя. Так что постоянно болит душа, очень хочется поговорить с батюшкой, разобраться, понять, где мой грех, а где нет. Можно ли это сделать во время исповеди, возможно ли это вообще, и как это лучше сделать, ведь священник не психолог, а духовника у меня нет. Конечно, во время исповеди будет, наверное, трудновато рассказать всю свою жизнь, для этого нужно достаточно времени, поэтому я думаю, что священник, который находится в вашем храме, служит, и вы с ним общаетесь близко, он не откажет вам в чашечке совместного чая, чтобы вы рассказали за такой неформальный, да, за неформальным общением о своей жизни, о том, какие несчастья вас постигали, что вас привело к Богу, и, может быть, именно в этой исповедальной такой беседе, что это откроется лично для вас, и для священника о вас новые, какие-то новые обстоятельства, и в этой беседе может быть какая-то будет для всех польза, польза для священника, для его опыта, и для вас в ответах священника, поэтому важно общение, но общение такое близкое невозможно во время исповеди, исповедь это действительно таинство, в котором человек исповедует свои грехи, кается, да еще за спиной стоит обычно толпа людей, если это праздник, поэтому есть рекомендация вживую общаться с священником, стараться поддерживать отношения, связь, дружеские отношения, и, конечно, священник выберет для вас время, чтобы пообщаться вот так неформально. Здравствуйте, братья и сестры! Для совершения богослужения священнослужитель облачается в специальные священнические одежды, одеяния. Одной из частью этого богослужебного одеяния является епитрахиль. Епитрахиль – это греческое слово, которое в буквальном своем смысле означает одеяние вокруг шеи или на шее. Для наглядности покажу вам, как она выглядит. Это особой формы длинные отрез ткани. Изначально епитрахиль делалась во время хератонии диаконова-пресвитера из диаконского ораря, и задняя часть ораря перекладывалась со спины на грудь. И таким образом две полосы диаконского ораря оказывались у священника спереди. Впоследствии для удобства их стали сшивать. Епитрахиль – это образ благодати Божией, которая пребывает на священнослужителе. Собственно, слова молитвы, когда священник одевает епитрахиль, говорят следующее. «Изливай ей Бог благодать свою на священники своя». Тем самым священник испрашивает благословения на совершение богослужения или какого-либо таинства. Епитрахиль – это один из тех предметов, без которого священнослужитель не может совершать ни одного действия, не может совершать требы, не может совершать таинства, не может совершать богослужения. В редких случаях исключением бывает, когда нет епитрахили, то священник может благословить любой предмет, длинный отрез ткани или веревку, или даже полотенца, для того, чтобы совершить какую-то требу или таинство. Так, например, делал святитель Лука воина Есенецкий, когда исповедовал смертельно раненых солдат. Так как не было у него с собой священного предмета, не было с собой епитрахили, он использовал для этого полотенца. Тем самым мы с вами видим, что епитрахиль это тот предмет, та вещь из священнического облачения, которое своеобразно символизирует Божию благодать для совершения того или иного таинства. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...